всем привет меня зовут настя я приветствую вас на моем канале сегодня у нас очень очень интересное видео меня в гостях мой врач нутрициолог эндокринолог наина олегперовна и сегодня мы с вами поговорим на очень интересную тему про сахарозаменители потому что эта тема такая больная очень много мифов очень много заблуждений очень мало информации достоверно да а сахарозаменителях поэтому сегодня у нас будет такая очень классная интересная тема которая думаю будет полезна практически всем моим подписчикам давайте немножечко познакомимся с наиной олегперовна наине олегперовне я хожу лично уже больше полутора лет наина липера на единственный врач который мне помогла разобраться с гормонами разобраться с витаминами единственный врач который назначил мне наконец-то нормальные дозировки которые мы гормоны сейчас практически снижаем просто просто я не сейчас употребляю гормоны из в таком количестве в котором я никогда в жизни не употребляла возможно скоро закончим на меня наконец-то отросли волосы стала нормальная кожа и вообще замечательное самочувствие на липера на добрый день я очень рада что сегодня вы меня в гостях расскажите немножечко о себе точнее немножечко у вас такой огромный опыт поэтому расскажите зрителям добрый день дорогие друзья меня зовут наина богданова я закончила первый медицинский университет в девяносто девятом году с красным дипломом и начинала свою работу как врач-хирург отработала 8 лет хирургом но потом у меня произошла беда спинальной ноге травма травма позвоночника и я до сих пор не не могу стоять больше 40 минут подряд поэтому с большой хирургии пришлось закончить я переквалифицировалась в семейную медицину в эндокринологию и там я нашла себя для начала чтобы закрыть собственные проблемы потому что после травмы появилось расстройство пищевого поведения и я постепенно с 64 довела догнала себя до 119 килограммов массы тела и появился диабет появился гипотирез и мне пришлось справляться с собственными проблемами потому что иначе ты профнепригодна когда я справилась со своими проблемами я сбросила самостоятельно 54 килограмма за стоять на без операции без опера либо просто просто и после этого я поняла что я могу помочь людям у меня большой опыт и мои любимые аспекты это как раз метаболический синдром метаболические заболевания ожирение диабет заболевания щитовидной железы как они все связаны и что нам с этим делать а вот сахарозаменители это одна из моих любимых тем потому что действительно настя правильно сказала огромное количество мифов непонимания какие-то называем маркетинговой пошлости ходит вокруг сахарозаменители люди людей обманывают людям не договаривают людям продают то что им не полезно и наоборот полезные продукты почему-то почему-то у нас воспринимаются как какая-то безумная жестокая химия которую принимать не нужно никому да но я это прям на своем на своей шкуре так сказать прочувствовала когда мы открыли магазин до диетических продуктов мы начали это все предлагать людям и я столкнулась с тем что люди ну считают что вот эти все сахарозаменители это какая-то жуткая химия дайте мне финики топинамбур и мед вот я натуральное буду есть а вот это вот все ваши стевиозиды эритриты и прочее мне не надо я химию не ем вот поэтому сегодня собрались развеять все эти мифы и я пригласила на иноле первым чтобы она рассказала вам о значении каждого из этих сахарозаменители как они действительно влияют на наш организм да давайте пару слов скажем вообще про сахар как эндокринолог как диетолог когда ко мне приходят с проблемой избыточной массы тела с ожирением сахар я конечно тему сахара закрываю не потому что прям вот сахар сам по себе вреден и он какие-то болезни вызывает самостоятельно нет если вы любите сладкое вы сможете продолжить есть сладкое сахар и сладкое знак равно мы не ставим верно да ты хорошо знаешь сахар и сладкое это не равняется их правильное питание не равно избавиться от всего сладкого в своей жизни да то есть сахар и сладкое это разные вещи мы должны убрать сахар но мы не должны избавляться от сладости в своей жизни от вкуса сладкого потому что вся цель снижение массы тела в диетическом плане понимаете когда мы даем какую-то идиотскую жесткую диету типа куриной грудки с гречкой и три раза в день до 3 месяца она может быть эффективна за счет того что вы просто снизили калории но вы никогда не останетесь на ней длительное время потому что есть продукты приедаемые и так как вы с нее слетите а вы слетите с нее обязательно то будет откат по массе тела тяжелейший психологический откат и это не будет здорово что будет зажор и будет зажор хорошо своими словами будет зажор на него ляжет чувство вины но об этом об этом поговорит психолог снижение массы тела она в том чтобы вы выбрали ту еду которая будет для вас вкусной если ваша диета нет вкусно то вы на ней долго не продержитесь и это опять будут краткосрочные весы качели и так далее и так как 80 процентов расстройств пищевого поведения связаны с желанием сладкого вкуса то мы сегодня поговорим о том как сохранить сладкий вкус с пользой для организма и тут вот у нас представлена часть продуктов это только часть мы выбрали скажем так самые показательные популярные самые распространенные и пойдем мы от от простого к сложному от пользы к калорийности наинолик первым расскажите нам что же вообще такое сахарозаменители что вообще означает это слово и какие они бывают в чем вообще раз самые распространенные мифы на эту тему и чем полезны сахарозаменители а чем может быть даже вредны ну начнем того с того что сахарозаменители бывают действительно сахарозаменители и обманки вот это основной миф обманками я называю все те же самые сахары которые не подаются в виде глюкозы то бишь основного нашего сахара если вы зайдете в большие магазины где стоят полки продуктов написано для диабетиков без сахара то вы первое что вам вам попадается это продукты на меди и на фруктозе вот это две самых больших обманки которые есть потому что фруктоза фруктоза это ди ди сахарид то бишь это две молекулы глюкозы сахара соединенные вместе попадая в организм любые ди поле сахарид они все равно распадаются у нас на самый простой сахар глюкозу и поэтому во фруктозе вы получаете просто две молекулы которые у вас в организме превращаются каждая в одну и плюс один неприятный аспект этого по всем последним исследованиям доказано что но при наборе массы тела у нас возникает страшная штука называется жировая дистрофия печени ожирение печени или еще стеатогепатит так вот выяснено что именно фруктоза именно этот дисахарид ускоряет развитие стеатогепатита то есть мы может быть еще и небольшую массу тела набрали и индекс еще невысокие там ожирение 1 2 стадий а стеатогепатит от фруктозы у нас уже есть именно поэтому на на программах снижения веса мы все-таки ограничиваем даже количество естественных фруктов натуральных которые как бы вот полезны очень да то же самое мед фруктоза потому что мы меняли мы минимизируем заболевание печень поэтому запомните все где написано на фруктозе это не сахарозаменитель это обманка причем обманка очень вредная и а и опасно если говорить про мед то мало того что он слаще чем сахар он калорийнее если вы вы посмотрите по калориям он калорийнее чем тот же самый простой белый сахар так он еще и является так называемым облигатным аллергеном то есть у 80 процентов населения взрослого и у 90 процентов детского населения к одному из компонентов меда из продуктов пчеловодства в принципе может возникать аллергическая реакция поэтому будьте очень осторожны ко всем продуктам связанным с медом с пчеловодством если вы хорошо их переносите ну you welcome потому что там много полезного там минералы там все что собирают пчелки из цветочков это здорово но запомните это только если вы попали в те счастливые 20 процентов не имеющих аллергию на мед я вот не попала в эти проценты дальше следует сахарозаменители которые по сути они чуть чуть ниже по калорийности чем сам сахар или может быть еще пониже но у них есть какое-то полезное свойство вот из того что у нас здесь представлено мы начнем сначала с этих заменителей которых можно положить меньше они дадут тот же самый сладкий вкус но у них будет какая-то еще польза довнесенная это скажем для людей не имеющих большой избыток массы тела и не имеющих расстройства пищевого поведения по типу переедания именно сладкого один маленький пример приведут у меня была еще одна моя моя пациентка перенесшая я бариатрическую операцию у которой два года все было хорошо а потом так как она не занималась с психологом и ко мне ходила тоже не очень часто она вернулась ко мне с откатом на восемнадцать килограмм в плюс и уберяла меня что она все делает правильно она есть маленькие порции но когда я ничего не нет она маленькие порции вот я все взвешиваю но когда я стала выяснять что в этих порциях значит на завтрак это пирожная картошка в обед это эклер а вечером это какой-нибудь смузи из фруктов сладких то есть мало того да дефицит белка безумные так еще и сахар 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 снова сахар снова печень жировой гепатоз и весь процесс инсулино-резистентности все возвращается то есть дело не только в размерах порции да то есть как очень многие мне говорят вот и сделал операцию вот и хорошо тебе делать ничего не надо я вижу миллионы до на и на ли первой работает именно с бариатрическими пациентами она прекрасно видит вот эту статистику откатов статистику обратного набора веса после бариатрических операций поэтому чудес не бывает нужно разбираться с тем что мы едим как мы едим значение продуктов до пользу который они как конкретные продукты у вас будет набор поэтому специально для тех кто думает что о бариатрию сделал и забыл так это не работает бариатрия бариатрия это способ спасения жизни когда у нас ожирение морбидное когда дальше дальше смерть и это толчок это толчок для тех кто хочет дальше держать свое питание ровным то хочет дальше здоровье дом для жизни поменять свою жизнь чтобы это был вообще другой лайфстайл как сейчас модно модно говорить но это не палочка-выручалочка ах я пошел сделал сделал операцию все мне все будет хорошо это труд потом это труд операция это не вместо это спасти жизнь чтобы потом человек мог что-то не стоит выбора правильное питание и здоровый активный образ жизни или опера нет 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 увы никоим образом когда мы можем сделать это без бариатрии мы начинаем без бариатрии мы работаем из материалов заказчика когда мы видим что надо сначала спасти жизнь человеку чтобы он потом помог себе сам дальше наладить питание наладить питание наладить образ жизни вести спорт поговорить с психологом пообщаться вот здесь бариатрия так вот вернемся к тому что есть люди у которых нет расстройства пищевого поведения по тяге к сладкому и им для для снижения калорийности и получения пользы мы можем рекомендовать сахарозаменители на основе для начала скажем других природных источников сахара вот здесь у нас представлен один из моих любимых в этом плане это кокосовый сахар мало того что это натуральный сахар он менее калорийным чем обычный он слаще по вкусу его требуется меньше для подслащения блюд так еще и кокос содержит замечательную такую аминокислоту монолурию которая помогает работе кишечника которая восстанавливает его флору а флора кишечника помогает нам за ночь вырабатывать что дофамин и и и серотонин гормоны счастья и утром мы просыпаемся с хорошим настроением и нас не тянет холодильнику так сильно поэтому кокосовые продукты кокосовый заменитель сахара очень хорош в этом плане точно так же здесь у нас представлены еще одна для тех кто любит вкус банана я вот не любитель вкуса банана мой любимый я просто люблю и вообще разные разные то есть любитель заправлять чем-нибудь таким вот и очень часто мне в комментариях пишут что мой зачем в эту химию едите вам нельзя так много так разнообразно вы сорветесь и все прочее расскажите провод вот все вот эти сиропы для чего они нужны не только в плане здоровья да но и в плане как не сорваться да вот в чем польза вообще вот всех вот этих сиропов без сахара смотрите большинство срывов у нас происходит вообще в жизни большинство срывов происходит когда мы что-то себе начинаем строго запрещать вот нам хочется нам хочется именно этого нам хочется сделать себе булочку с сиропом или нам хочется какой-то напиток сделать себе сладким или творог или творог с наполнителем хочется но мы себе запрещаем жестко мы себе запрещаем организм не получает того удовольствия которое ему нужно в итоге мы впадаем в депрессивное состояние здравствуй зажим и ждем конца диеты сейчас как кончится все и дальше как как мы уже горим чувство вины все равно уже выпью все выпью всю банку и так со жизни села на диету сорвалась набрала села на диету и вот эти бесконечные качели когда у нас есть низкокалорийные сиропы которые дают нам вкус и и при этом в их составе нет ничего вредного вот о составах мы сейчас еще поговорим пару пару слов тогда нам не нужно его много нам нужно почувствовать этот вкус мозг принял вкус вы съешьте чуть-чуть вы положите творог это белок это кальций это все что нам нужно и капните туда сироп то получите и белок и получите свой вкус мой любимый сироп я действительно я люблю вкус личного по ореха это прям вот с детства и поэтому когда у нас есть низкокалорийный сироп которым мы можем заменить сладкое и сахар и орехи которые очень полезны но безумно калорийный вода безумно калорийный горсти орешков в день и это очень много это 300-400 калорий кажется бы да при рационе в 1200 это улетают они улетают они быстро желудок они не наполняют чувство сытости они не дают жировой гепатоз тоже провоцирует поэтому если вы хотите получить именно вкус сняв блок в голове что я себе это запретил так вы себе это разрешили но при подсчете калорийности это минимально насколько минимально то есть тут вот в 100 граммах порядка 15 калорий 100 граммах что-то за грамм это очень сладко больше чем 10 грамм сиропа вы себе даже не нальете потому что ну это невозможно условно он бесплатен в плане калорий да да нужно особо даже не учитывать до следующий тип сахарозаменители он относится к заменителям производным от натуральных продуктов которые есть у нас представлены в природе это такие топинамбур как стевия это все растение вы не думаете что это какая-то вот химия совсем химия только только что в пробирках и и насинтезировали да и сразу разными по бутылкам да ничего подобного это цикорий то есть это это растение и в которых есть свои природные вещества имеющие сладкий вкус но не имеющий калорийности то есть наш организм их усваивать как таковые не способен основные четыре таких природных сахарозаменителя по веществам это стевиозит и стевии это эритрит он из цикория это сукралоза и это инулин вот у каждого из них есть свои большие плюсы есть также продукты синтеза к ним относятся вот аспарта и цикломаты по поводу которых были огромные дебаты но fda это самая главная американская ассоциация которая следит за всеми продуктами еще в 2016 году поставила точку в этих спорах о том что никакого вреда здоровью при потреблении в нормальных количествах то есть три раза в день это считается нормальное количество они не наносят такие вещи как аспартам такие вещи как вот здесь представленный мой любимый милфорд они разрешены в питании беременных особенно беременных с гестационным диабетом поэтому тему вреда в 2016 году после многочисленных исследований споров и так далее даже у синтезированных сахарозаменители тема вреда закрыта я больше люблю натуральные сахарозаменители потому что у каждого из них есть еще своя польза здесь у нас представлены сахарозаменители жидкие на основе стевии и и на основе сукралозы чем удобно чем хороши жидкие вот насти любишь готовить вот этот милфорд и вообще обожаю я не люблю ставил за вкус и и здесь пришлось кому-то на вот этот милфорд я просто обожаю потому что горячие напитки холодные напитки приготовление еды тут есть вот этот мерный стаканчик до крышечка которая разлинованная тут видно сколько жидкого сахарозаменители соответствует 100 граммам натурального сахара да то есть прям вот очень удобно то есть тут прям все расписано и ты добавляешь его везде и он сразу максимально быстро растворяется и в жидкостях и более того то блюдах там же рассчитаны там ложечки просчитаны по капелькам то есть если вы любите кофе с одной чайной ложкой сахара то это 8 капелек капелек милфорда повторяю калорийность его ноль какие еще есть сахарозаменители со словом плюс со словом плюс есть два сахарозаменителя это инулин и эритрит стевия тоже единственный минус стевии когда я его людям назначаю говорю попробуйте сначала чуть-чуть потому что у нее есть привкус так вот некоторым этот привкус как вот нам с настей ну ну такое да когда есть выборы а не будет другое но у меня есть люди которые говорят сушите с этим привкусом не вообще норм прям вот понравился поэтому все надо пробовать если говорить об инулин и и оба эритрите это вещи не имеющие привкуса они имеют просто интенсивно сладкий вкус очень сладкий в десятки раз слаще чем обычный сахар при этом они имеют нулевую калорийность и при этом это продукты естественного происхождения то есть они из растений сделаны в чем плюс скажем эритрита когда мы снижаем массу тела мы едим меньше и у нас часто возникают неприятные проблемы называется запоры то же самое бывает после всех операций не только бариатрических любые операции на полости живота проблемы с гинекологии тоже вызывают запоры а что есть запор запор это на самом деле это страшная вещь это не то что вы просто позже ходите в туалет чем хотелось бы нет это продукты и интоксикации это это продукты которые должны быть выведены из организма стоят в кишечнике а кишечник никогда не останавливается он работает как сердце всю жизнь у нас вот и они стоят в кишечнике и они постепенно продолжают всасываться в кровь то есть должно было вывестись она всасывается и вот наше плохое самочувствие серая кожа ногти волосы слабость утомляемость то есть человек запорами у него нет жизненной активности у него нет жизненной силы вы все знаете ну хоть раз был запор у кого-то в жизни когда у тебя забор ты сидишь и ты хочешь только сесть либо лечь либо поспать эритрит оказывает очень легкое послабляющее действие и у нас эта проблема уходит очень часто на упаковках вот с диетическими сладостями например у нас в магазине пишут там прям крупно написано что может вызывать диарею при переедании диарея при переедании есть да чтобы уже было 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 диарея но проблему с запорами он решает за этим тянется сразу несколько вообще несколько несколько проблем которых он еще еще решает у нас будет нормальный стул нас не будут всасываться элементы нашего распада ненужного и это его прям огромный плюс при том что это абсолютно нулевый сахарозаменитель то есть калорий там но если мы говорим что здесь они есть но их меньше то здесь нет совсем и второй мой любимый сакзам инулин сейчас он есть и в отдельном виде и в смесях как представлен вот в этих двух замечательных совершенно сакзамов здесь как раз смесь 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 ретрита с инулином и сук и сукралозой на самом деле сейчас очень много вот этих разных смесей зачем вообще делают такие смеси в чем выбор вкуса чтобы чтобы людей был выбор чтобы не был какой-то вот один заменитель за ним все бегают он закончился и заменить его нечем инулин это природный пробиотик собственно он кормит наши собственные бактерии каждым из нас живет три килограмма бактерий представьте три килограмма веса которые вы носите это товарищи которые живут с вами живут с вами всю жизнь это компашка да это компашка нам крайне важно без нее мы просто погибнем мало того что мы не сможем переваривать без нее пищи так еще и витамины группы b не будут продуцироваться не будет ничего всасываться и в эту компашку конечно может попасть чужак но чужак уйдет сам либо компашка если она в хорошем настроении она его выглядит а вот если вы задумайтесь если вы часто болеете какими-то пищевыми отравлений то есть любая и инфекция и у вас сразу живот полетел в космос как как я говорю сразу вздувается вот мои дети у меня двое деток 15 лет и 7 лет меня бабушки поначалу сходили с ума что они могут что-то с пола взять и положить в рот мои дети не болеют пищевыми отравлениями токси инфекциями да я забочусь об их флоре я дома сахара то нет знаете они едят так что их флора достаточно сильная и крепкая чтобы любого чужака изгнать и вот и нуле это природный пробиотик который не только регулирует наш стул но и кормит нашу собственную полезную флору а если он при этом еще и сладкий вкус да ну я считаю что это вообще потрясающий вот у нас магазине очень часто покупатели приходят в поисках именно fit парад номер 7 расскажите в что в нем такого прям уникального что за ним стоит прямо охотиться если какие-то аналоги если но нет именно fit парада номер 7 магазинах что вместо него можно взять но я могу сказать почему люди приходят потому что в скриптах врачей эндокринологов и диетологов стоит fit парад номер 7 я врач я сижу на приеме целыми днями и когда мне надо дать быструю какую-то там там распечатку человеку понятно что у меня есть заготовка если у доктора стоит в заготовке слова fit парад номер 7 нормальный сахарозаменитель то зачем доктору это менять человек получил назначение вот у него лекарства такие-то диеты такая-то сахарозаменитель fit парад номер 7 он идет как в аптеку за лекарствами также и в магазин здорового питания за фит парадом и понятно что он не будет рассматривать что-то еще если вот у него это 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 написано на самом деле там собственно вот точно так же как здесь там смешаны разные варианты сахарозаменители тот же стереозит сукралоза там обязательно там там инулин добавлен точно так же как вот 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 в этих вот разовы нет ничего такого уникального про него ничего разреклами но в отличие от скажем вот от этих двух калорийность там есть там чуть-чуть калорий немного если мы говорим о совершенно без калорийных вариантах то вот они вот и их я люблю больше но еще и ретрит он как-то себя по-особенному выпечки ведет во-первых он требует меньше прозрыхлителя если мы говорим о выпечке то наш выбор раз и два здесь удобнее а здесь выпечка получается более воздушная особенно шарлотка с эритритом это потрясающая вещь мы ее наверно как-нибудь снасти приготовим и вам покажем мы любим готовить мы даже готовили вместе как-то вот да да ну и мы так плавно заговорили про рецепты и я сейчас хочу сказать что наина ликпировна будет вести модуль по нутрициологии по питанию на нашем курсе преображения который стартует уже в начале октября и наина ликпировна будет там выступать классным опытным экспертом который сделает прям огромный большой блок по питанию мы будем наш курс будет не просто про похудение он будет про преображение про здоровье да он будет про здоровье как не просто похудеть а как стабилизировать удержать вес как продолжить худеть комфортно после курса на потому что похудение у нас это процесс не трехнедельный не четырехнедельный на процесс модификации вашего образа жизни под более здоровый с целью в этом случае с целью снижения массы тела целью нас определена но мой курс будет состоять из четырех основных модулей первые модули это вот очищение то есть это детоксикация когда мы выведем все ненужное как мы продумали многое я не буду сейчас рассказывать об этом дальше будет толчковый модуль запуск и очищение у нас это мы подготовим организм если новым изменим потому что без этого никогда без подготовки знаете если есть вот такие вот фишки трехдневное голодание слушайте ребят вот если человека нет ни в неподготовленного который только вчера сожрал гамбургер а на ночь наелся колбасы и утром съел пироженку сказать все у нас трехдневное очищение голоданием с клизмами как сейчас очень модно ребята клизм не будет сразу не пугайтесь мы не будем никого клизмить да и у нас не будет чего-то такого что мы типа посадим вас на какую-то диету же мнению что-то краткосрочно нет мы именно про долгосрок будем вам давать инструменты рецепт рецепты будут в том числе от наинолик биром на много полезных интересных и мы будем давать вам информацию которую вы сможете самостоятельно пользоваться после нашего курса в долгосрочной перспективе то есть вы не захотите с этого слизать до так сказать них он не будет зажора вкусному что мы не будем вас сажать на какую-то диету нет куда мы были не диета эта модификация вашего образа жизни в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями из соответствии с вашим образом жизни на потому что мы все разные у кого-то кому-то 18 лет же столько начинается и кипит кому-то уже за 40 за 50 и уже там совершенно другой образ жизни до совершенно другие проблемы и это будет то питание которое вы сможете подстроить под себя я я начала заниматься собой в 36 сейчас мне 45 я выгляжу лучше чем в 35 и то есть у нас в инстаграме это все видно понимаете а следующим модулем после вот очищения будет такой толчковый модуль где мы поговорим о том как себя правильно запустить о питании о калорийности чуть-чуть эндокринных вовных вопросов разберем потому что я же не только нутрициолог дальше будет у нас модуль связанные с закреплением вашего результата модуль плата и дальше правильный выход с формированием полезных привычек на дальнейшую жизнь сведением вашу жизнь необходимых добавок ну в общем в целом в целом мы продумали большую работу которую мы будем делать вместе с вами да и что самый еще один из таких очень важных вопросов которые обычно после курсов забывается почему-то это как выйти правильно после такого курса да потому что обычно люди типа ставят день x 25 число я вышла из марафона вышла из курса похудения ура иду макдональдс макдональдс идем праздновать всей семьей вот мы хотим чтобы такого с вами не было потому что мы хотим дать вам новый образ жизни и чтобы у вас не возникало желание сорваться слезть либо еще как то то есть не будет окончания не будет дня x не будет вот этого негатива стресса да вот этого вот ожидания когда же это все закончится потому что вы не захотите чтобы это заканчивалось более того мы хотим чтобы у вас даже не было желания что-то поменять в худшую сторону не было желания вернуться к той предыдущей жизни тут еще нам психолог очень должна помочь а мы в заберем вообще мы с настей прям уже загорелись и ждем этого момента у меня прям мурашки потому что столько полезной информации столько интересное столько блин я не за столько хочется да прям вот когда я вижу вот эти вот эмоции которые люди отдают потом сушки никаких денег не надо нужны эти эмоции я понимаю что мы что-то делаем хорошо мы что-то делаем правильное для людей вот наконец мы с насти решили это делать вместе да и в этот раз я взяла с собой видите на и 0 и первым у которой мне помогла да с которой я консультировалась которая меня ну прямо-таки спасла из вот этого вот болота лишнего веса и у меня нет желания сорваться у меня нет желания что-то бросить пойти нарезаться потому что зачем зачем мне это зачем мне плохая кожа плохое настроение настью я верила самого начала потому что я видел что человеку это нужно и он будет идти дальше и что я делала я просто слушала что мне говорят и просто это выполняла что касается и нутрициолога и психолога вам дали схему вы прочитали до согласились с этим работа сделали да мы просто берем и делаем и действительно это все работает да еще считаю очень важным уточнить что наш курс будет полезен не только девочкам у которых там очень большой лишний вес 20 30 40 лишних килограмм но также эта информация будет безумно полезная для девчонок у кого есть 35 незначительных лишних килограмм да потому что мы будем говорить про здоровое питание здоровые полезные привычки которые нужны абсолютно всем для того чтобы мы с вами чувствовали себя хорошо чувствовали себя здоровыми счастливыми позитивными ведь мы есть то что мы едим да никаких чудес не происходит есть у меня один очень хороший пример я его привожу своим пациентам а он очень такой показательный я говорю представьте что вы купили себе замечательный porsche cayenne доехали до заправки и вливаете в него 76 бензин можете представить такую ситуацию нет конечно а почему потому что в porsche вы вложились вы на него зарабатывали и вы его будете кормить только самым лучшим бензинчиком и еще водить несколько раз в год на т.о. а а а наш организм нам достался как бы бесплатно мы его не то что на т.о. не вводим там анализы не сдаем хотя бы раз в год врачу не показываемся так мы еще и кидаем в него тот самый 76 бензин мы не думаем что мы положили в рот пищевой год наш организм если вы будете делать с porsche то что я сказала то через несколько месяцев у вас не будет porsche а наш организм это чем хуже он лучше и он у вас один вы не купите себе новый вам придется все больше зарабатывать и тратиться на здоровье поэтому нами всегда с годами мы будем старше хуже все детальки изнашиваются поэтому ну ловите себя сейчас давайте будем складывать в него только то что полезно но при этом вкусно да и очень большой миф что правильное питание оно дорогое все думают что правильное питание это какие-то плавники малины да миди там какие-то экзотические виды рыб я не знаю вырезки какие-нибудь из мраморной говядины посыпанные ягодами годжи каждый день обязательно без них куда поэтому мы хотим сказать что правильное питание это не равно дорого это вполне бюджетно это это не дороже вашей обычной стандартной еды точно также очень много мусора вот самых сиропы агаф топинамбуров мед во всех видах представлены они они разве дешевые они дорогие они дорогие и мед он совершенно не бюджетен абсолютно не бюджетен в тех количеств которых люди его по поглощают это невероятное количество они едят и думаю это же я для пользы это же я для себя мало того что тратит кучу денег так еще делают себе в бред хотя обычные продукты сезонные продукты сезонные овощи сезонные ягоды из магазина шаговой доступности могут быть полезнее чем все это и вкуснее и обычное мясо белая обычно белая рыба простая обычные овощи фрукты все обычное моем рационе тоже нет чего-то экзотического я питаюсь совершенно обычными продуктами чем проще мы их приготовили тем лучше чем проще сам продукт есть выражение проще ешь и дольше живешь так вот так и есть да пока вот я была с лишним весом и не понимала что именно я ем и зачем у меня действительно было очень много разных блюд в нашем рационе семейном да вот я приходила надо что-нибудь там он в рексе и ложная кучу времени потратить на это тут такого не будет потому что я сейчас питаюсь максимально просто минимум термической обработки минимум каких-то ингредиентов и это действительно становится вкусным потому что вкусовые рецепторы очищаются голова я не знаю каким-то образом очищается ты получаешь удовольствие от простых вещей от простых сочетаний тебе достаточно взять какой-то простой кусочек мяса кусочек индейки добавить какой-то соус без сахара без каких-то химических добавок и все и уже вкусно и это это реально мы тратим меньше времени на приготовление пищи мы не живем чтобы готовить и есть готовить живем на кухне ведь и есть мы вообще пищу отодвигаем с первого плана на третий четвертый пятый находя в жизни другие вещи и высовобождая для них время времени очень много высвобождается потому что да когда ты готовишь эти все сложные блюда тут запеки там замаринуй еще чего-то там весь в поту чтобы этот ужин приготовить потом через 10 минут все съедено и ты понимаешь что тебе надо снова готовить завтра опять и вот весь наш вот все что мы задумали в этом курсе преображение она на осознанность в питании в собственной жизни и это принесет вам кучу радости друзья мои еще кстати мы с на и на и ликпировна решили провести для вас прямой эфир у меня в инстаграме хотим поотвечать на ваши вопросы потому что я думаю про питание у вас есть много разных вопросов интересных оставляйте ваши вопросы в комментариях под моим последним постом там будет фотография нас на и на ликпировны оставляйте под этим постом свои вопросы мы на них обязательно ответим я еще знаю на что многие боятся идти на какие-то марафоны какие-то курсы думая что у них есть эндокринные болезни или как бы зная что есть эндокринные болезни которые как бы не дают снижать массу тела это не так при любых эндокринных болезнях можно снижать массу тела если у вас есть такие вопросы подготовьте их я с я с удовольствием вам отвечу данная ликпировна врач да еще раз повторюсь эндокринолог нутрициолог поэтому все вопросы касаемые этой сферы и эндокринных заболеваний в том числе и про похудение про продукты можете спокойно задавать совершенно разные любые мы постараемся все осветить в этом прямом эфире поэтому присоединяйтесь к нам 28 сентября информация о точном времени будет у меня в инстаграме ссылочка будет закрепленном комментарии и в описании к этому видео поэтому присоединяйтесь к нам будет очень интересно на этом сегодня все было сегодня очень интересно познавательно надеюсь вам видео это понравилось будем рады если вы подпишитесь на мой канал поставьте пальчик вверх под этим видео мы сегодня с нами ликпировна очень старались еще раз хочу поблагодарить наинали первым за то что вы сегодня пришли в гости невероятно специалист очень много полезной информации знает может ответить вообще не кажется на любой вопрос буду делать продуктов удовольствием буду делиться спрашивайте на все ответим развеем все сомнения да у нас еще кстати на курсе будут прямые эфиры с наины ликпировна да еще больше будет информация поэтому будем будем очень рады если вы примете участие в нашем проекте потому что он будет невероятно полезным и он точно вам поможет похудеть наконец-то раз и навсегда без качелей откатов и возврата лишнего веса на этом сегодня все благодарим вас еще раз за внимание приходите к нам на прямой эфир принимайте участие всех любим всем спасибо пока пока пока